Барукшим кивот малхутуа лаулам ваэт. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно, славно имя Царства Его вовеки. Амэн. Шаббат шалом, учитель Александр. Шаббат шалом. Шаббат шалом, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Нас можно слушать в Риге, в Латвии, во всех трех привалтийских государствах, а также по всей Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ. Также в Америке, в американских штатах, в Орегоне и Вашингтоне вы можете принимать нас сразу на двух частотах, одна из которых в цифре HD, но и, конечно, это и AM, и FM частоты, а также, дорогие наши радиослушатели, подключайтесь к нам на Facebook Live и на канал YouTube. Вы найдете там программу «Шаббат шалом». Прежде всего, это Славик Фэмили, Медиа Центр, также канал YouTube и учитель Александр. А, пожалуйста, напомните нашим телезрителям и нашим слушателям, куда им лучше всего тоже подключиться, где они могут нас увидеть. Ну да, на Facebook Slavik Family я сейчас делаю шер на мой Facebook, Александр Болотников, вот, и на Facebook Baruch. Да, я думаю, что все вы нас найдете. Программа называется «Шаббат шалом». Это несколькочасовой, такой многочасовой блок программ. Вначале там идут программы о здоровье, потом у нас идет разбор тары с доктором Александром Болотниковым, с гибраистом, моим учителем, и также потом мы с молодежью задаем самые каверзные вопросы и вытягиваем информацию у учителя Александра. И заканчивается наш эфир встречей шаббата. Сжигаем свечи вместе с вами, трубим в шафар и вкушаем эти щедрые дары, которые Господь Бог нам нас благословил, и все это находится на ваших столах. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы начинаем новую книгу. Это книга «Бемедбар» или книга «Числа». Я думаю, что у вас будет уникальная возможность сейчас услышать разбор нашей книги и вашей книги «Книги жизни». Это очередная книга тары. Учителя, это, по-моему, третья книга по счету. Нет, третья. Это уже четвертая. Уже четвертая книга, да. Четвертая книга Моисеева. Вы можете открыть ваш любимый перевод. Это может быть и синодальный перевод, это может быть перевод Кулакова, или, например, перевод российского библейского общества. Может быть, вы даже в подлиннике можете читать, так же, как и наш учитель Александр. Ну что ж, я думаю, что вы нас уже увидели, услышали. И я хочу попросить доктора Александра Болотникова совершить молитву перед началом чтения тары. Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной, Который избрал нас со всех колен, племен, языков и народов и даровал нам Тору. Благословен Господь Бог, дарователь Торы. Амин. Амин. Учителя, я попрошу сейчас вас немножечко прочитать на иврите. Пожалуйста, будьте так любезны. Я также прошу наших слушателей, пока учитель открывает, значит, первая глава у нас сегодня, книга «Числа» или книга «Беметбар». Она называется «На иврите Беметбар». Мы, кстати, сегодня с вами услышим, почему она называется «Беметбар». У нас сегодня много будет интересных каверзных даже вопросов. И, как обычно, доктор Александр Болотников с ними очень-очень быстро справится. Да что ж, вы готовы, учитель? Да, я готов читать. Пожалуйста. Вейдебе, Родонайль Моше, Беметбар Синай, Бо Оль Моед, Бе Ахад, Ле Ходиш, Гашині, Бе Шана Гашиніт, Ле Цетам, Мі Ерец, Міцраїм, Ле Мор. Су етрош, Коль едат бне Ісраїль, Ле Мішпахо, Там, Лебейт, А вот там, Бе Міспар, Шамот, Коль Захар, Ле Гуль Глотам. Супер. Вот. Сказать, конечно, что у меня чистое израильское произношение я не могу. А оно не должно быть, наверное, израильское. Оно же, это же не тот иврит, который в Израиле. Ну, как сказать. Не совсем тот, да? Ну, смотри. И да, и нет. В отличие от древнегреческого, то есть, где греки, конечно, разговаривают сейчас совершенно не так, как, не тем языком, каким был употреблен при написании книг Евангелия и посланий. Вот. Это все признается. У иврита современного другая история. Его воскресили. Дело в том, что на протяжении двух тысяч лет так называемого галута или периода рассеяния израильского народа после разрушения первого храма, когда иврит разговорный вышел из употребления, но иврит остался в употреблении в религиозном смысле. То есть, на иврите просто писались религиозные книги, молитвенники, вот, сидуры. Ну, естественно, использовался иврит и арамейский язык при написании Талмуда, вот, при написании Мишны, в частности, вот, это, значит, использовался в Гомилетике, вот, мы видим Медраши, вот, то есть, он использовался очень широко в среде, но он был как, вот, использование иврита на протяжении средних веков было точно так же, как использование латыни в... В аптеке. Нет, не в аптеке. Ну, все университеты использовали латынь, то есть, допустим, тот же, ну, возьмем тот же лютер, да, допустим, лютер, конечно же, разговаривал на немецком, где вырос, но, когда он пошел в Эрфуртский университет, в любом университете, сразу разговор на латыни, все книги на латыни, допустим... Это искусственный язык, тем не менее, латынь? Искусственный? Нет, не искусственный, он как бы продолжался с времен, то есть, это язык, который использовался в Римской империи, даже, в общем-то, полные экземпляры Библии, все были исключительно на латыни, вот, я сейчас не хочу затрагивать вопрос там текста Эразма Роттердамского и так далее. Вульгата. Ну, Вульгата, да. Суть в том, что даже на момент, вот, когда первые печатный Новый Завет на греческом вышел, вот, то, фактически, часть глав, которые не были найдены Эразмом, они были просто автоматически взяты с латинских текстов. Чудненько. Уже потом, в девятнадцатом веке, благодаря работе, исследовании, были найдены все недостающие фрагменты уже на греческом языке, и поэтому, когда издается Нестли Алланд издание, то уже там все по-гречески. А Эразмовский текст, так называемый текстус рецептус, латинский язык, вот, но это так, к слову, суть в чем? Суть в том, что иврит, он использовал, да был книжный язык, то есть, как бы, допустим, возьмем, вот уже Германия, да, то, что я рассказал, лютер в доме, в семье, на улице, на рынке, на базаре, с людьми разговаривает по-немецки, университет пошел, хоп, латинский, все учебники на латинском, все книги на латинском, вот, то же самое здесь, допустим, евреи ашкенадские, которые жили вот в городах по берегам Рейна, они говорили на старом швабском, с кучей домесок еврейских слов, это язык назывался идиш, это, в принципе, в основе его швабский язык, вот, прикол заключается в том, что, значит, пишется все равно еврейскими буквами, но если начинаешь вчитываться и, как говорится, прочитывать слух, получается он очень прикольный, я помню до сих пор язык идиш, самоучитель, где первые фразы звучали так, вот читаешь его внимательно, потому что буквы-то не латинские, не курилица, еврейские, но если ты внимательно прочитал, написано, das ist unser завод, и все еврейскими буквами, как-то я помню одного моего дядьку спросил, он любил шутить, как сказать на идише, на полке в кладовке стоит банка с повидлом, на идише перевод, вот это вот таким языком, вот таким языком разговаривали евреи, то есть, видите, это уже чуть туда пошел, все-таки библейский еврей, это библейский еврей, а тот еврей, который сейчас в Израиле, это... Вот так разговариваю, но когда этот еврей, который дома в своей семье, этот Рэбе, говорит там, bring in mir, шейne, шмаровидло, вот, а потом он приходит в синагогу, и все, он переходит на иврит. Нормальный. То есть, он переходит на иврит, он использует иврит, то есть, идише это... То есть, вот они так разделяли, идише это был язык повседневный, а иврит называли они так... Лойшен Кодыш. Лойшен Койдыш. Койдыш. Ну, Лошон Кодош. То есть, это, значит, святой язык. Так вот, был такой Лейзер Рабинович в Пинске, который вернул, приехал, естественно, в землю святую, тогда приезжали очень много на поселение в Палестину начало 19-20 века, и он говорит, слушайте, мы тут все, кто-то приезжает с Германии, кто-то приезжает вообще с Марокко, как мы будем разговаривать? А ну-ка, давайте вернемся к языку наших отцов. Его местные собратья из той же Пинска и так далее начали заплевывать. Как ты смеешь сделать Лойшен Койдыш простым языком? И вот с этого начинался иврит. То есть, они, он начал возрождать вот то, что использовалось только на религиозную тематику, он начал возрождать это в повседневном общении. Ну, тут, конечно, повозникали некоторые проблемы, потому что, например, вот, многие вещи в принципе, в принципе, не могли, как говорится, иметь место. Да, взаимодействовать. Ну, просто не было, они не знали, как это слово сказать. Даже, ну, они же не разговаривали на тему, допустим, убери дом, возьми швабру и тряпку. ивритом библейский. То есть, эти все слова нужно было откуда-то взять и ввести употребление. Супер. Поэтому, как бы, язык, это язык Библии. Слова, грамматика, ну, где-то там отличаются, синтаксис, где-то там отличаются. И без огласовок. Ну, это не так важно. Да. Только читать неудобно. Дорогие друзья, я вот очень благодарен нашему учителю, за такой экскурс. И, я думаю, вы оценили, как учитель красиво это прочитал. Мы... Ну, я не могу сказать... Уникальную... Это тебе она звучит красиво. Красиво, конечно. Я думаю, что мои израильские друзья и коллеги, слушая мой страшный русский акцент, у них, конечно, вянуто уши. Не, прекрасно. Вот мы можем наслаждаться в нашем университете и слушать довольно-таки часто. У нас, слава Богу, еще полгода занятий. Итак, а теперь мы прочитаем на понятном многим русском языке. «И говорил Адунай, обращаясь к Маше в пустыне Синай в шатре откровения в первый день второго месяца во второй год после исхода из страны египетской так «Произведите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, количеством имен всех мужчин поголовно от двадцати лет и старше всех поступающих войска в Израиле их исчислите по ополчениям их ты и Аарон а с вами будет по одному человеку из каждого колена главы отчих домов своих». Ну и дальше мы видим перечисляются кстати многие проматывают это и не читают но это колоссальная вещь мы благодаря вот этим всем перечислениям как вот многие наши слушатели не хотят это все перечитывать мы знаем родословие и кроме еще очень интересно учитель что я открыл для себя что список этих всех имен отличается несколько от предыдущих книг и мы сами видим что то или иное колено куда-то исчезают или иного появляются очень интересно архиинтересно и на этом основании многие библейские экзегеты проводят такие колоссальные исследования всю жизнь этим занимаются представьте себе вот этим перечислением имен они занимаются всю свою жизнь и так до конца и не доходит вообще не так загадочно просто вот эти вот книги да для того чтобы почитать их в этом почитать их вот в том как говорится виде значит в том виде в котором нам нужно то естественно значит тут важные элементы которые прослеживаются потому что числа вообще когда мы говорим про колено про развитие у нас есть два важных источника информации вот эта книга числа но здесь не так много самое большое количество имен и родов и всего это конечно же книга первая про липоминон но что удивительно интересно когда всплывают имена в новом завете то очень легко обратиться в книгу числа ну книгу числа ты не обратишься так по многим вопросам что это же только вот вышли от книгу про липоминон так пожалуйста вот например если я открою предположим значит если я открою так книга книга Евангелие от Луки четвертая глава и вот здесь у меня вернее не четвертая а третья глава где у нас идут перечисления родословия Иисуса вот и мы идем допустим там Иисус как думали сын Иосифов понятно что Иосиф это не его отец а дальше Илиев Или это отец Марии потому что читая в Евангелии от Матфея значит четвертая это читая в Евангелии от Матфея первую главу мы видим что отцом Иосифа был Яков то есть у Иосифа не может быть двух отцов поэтому единственное кто такой Или это отец Марии и дедушка Иисуса то есть вот он у нас так потом он у нас идет потом он у нас идет значит вот идет Матфанов Левин Мелхиев и так далее идет 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 Заравель Салафиилев все эти имена можно найти особенно 31 текст идет когда вот она же обратно в направлении вот я 32 текст читаю Есеев Давидов это все как бы понятно все как говорится очевидно это из книгеров а вот когда мы приходим после Давида идет Нафан то тогда нам становится ясно нам надо полезть в книгу Паралипоминон и там мы найдем что Нафан это оказывается брат Соломона то есть мы видим что вот Иосиф у нас идет четко по царствующей линии там прямо перечисляются все цари израильские и Соломон и Равам и Ави и Аса и Ясофат и пошло 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 а здесь оп Давид Нафан а кто такой Нафан книга Паралипоминон отвечает на этот вопрос потому что оказывается это брат у Версавии Батшебы был еще это самое как говорится был еще и брат второй сын потом родился Нафан интересно и вот родословная Мария то есть родословная Иосифа под царской а родословная Мария и там дальше появляется и Матафай и другие то есть вот эти вещи ну и естественно когда мы идем туда вниз по родословию то там уже то есть вот эти вот списки они очень очень важны ну что ж дорогие друзья видите учитель нам открыл еще одну страшную тайну очень интересную тайну поэтому если вы считаете что это все не нужно это вот вообще зачем туда лазить вот учитель объяснил зачем почему для того чтобы нам понимать вообще о каких людях идет речь ну то есть читать это ну как бы читать это как утреннее духовное наставление хотя мой сын любит читать но я лично его не ну как это материал больше для исследования то есть и кстати говоря это важно понимать потому что особенно когда мы прочитываем Библию и натыкаемся на книгу чисел и тут эти все имена у нас начинает идти голова кругом и зачем мне это надо а некоторые проповедники еще и смеются причем абсолютно не в тему я помню ты знал такого проповедника Брюс Вилкинс конечно даже даже он живой еще нет по-моему нет ну ладно учитель что такое Бемидбар вы лучше скажите нам всем что такое Бемидбар вот что это за книга такая ну мы уже догадываем что это численность с числами что-то связано да нет нет так давайте рассказывать дело в том что мы только что прочитали что Бемидбар это в пустыне в пустыне да потому что Мидбар это с пустыни причем интересно здесь может быть игра слов смотрите Бемидбар Синай да 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 но тут не только в этом вот если мы откроем числа первую главу то мы увидим такую интересную игру слов Ваидабер Бамидбар у нас одинаковые корни слово Мидбар пустыня Далет Бетрэш слово Ладабер разговаривать то есть здесь есть что-то интересное в этом случае то есть Бог разговаривал с Моисеем в пустыне вот так мы переводим а на иврите это звучит однокоренными словами то есть ну здесь меня напоминает это кое-что если мы откроем книгу Исаии в частности Исаия 41 глава вот он уже в Гавтару отправились ну не знаю в общем любом случае но тут вернее не 41 а 42 так вот и вот что я говорю сороковая вот и вот что здесь говорится глаз вопиет в пустыне в пустыне приготовьте путь Господу прямыми сделайте в степи стези Богу нашему это же с Иоанном крестителем что-то связано ну это не с Иоанном крестителем это книга пророка Исаии а Иоанн креститель назвал себя этим голосом который значит говорит значит кольку реба медпар то есть голос который вопиет или призывает чтобы вот тут очень важно а то знаете у нас как у нас такое вот русский синодальный перевел голос вопиющего в пустыне то есть и отсюда я помню вышла такая выраженица интересная типа тебя никто не слышит поэтому я голос вопиющего в пустыне помнишь так говорили типа о голосе вопиющего в пустыне говорят вот в контексте образно как вот этот человек который говорит а его не слышат но это на самом деле в библии не так и он не был неуслышанным голосом в пустыне вся окрестность иорданская весь иерусалим то есть огромное количество народа выходили к иану получали от него водное крещение даже римские воины пришли и даже фарисеи пошли и он их конечно обругал на чем свет стоит потому что мне до сих пор нравится помнишь это порождение ехиднины в русском синодале а в украинском как красиво а в украинском кодло нет ходюча кодло так что он их рисковато я хочу кстати говоря вы мне дали задание на дом я хочу в греческом посмотреть как это в греческом хочу посмотреть через аккорданс да нет там просто написано да что там смотреть там просто написано дети это из ядовитой змеи да и все просто оно звучит так по украински сочно а гадючо кодло вот ругательно получается даже ну для для русского для русского слуха человека который украинский не так хорошо знает оно звучит очень резко и грубо но это в принципе не я вообще не знаю это может быть мне надо спросить насколько иногда у меня тоже при том что украинский не мой родной язык я могу употребить словечко а мне потом человек кто-то из моих друзей у которых украинский родной подвонит скажет александр не употребляй это слово оно очень резкое тут поэтому иногда хорошо идем дальше значит мы разобрались что такое беметбар и здесь в книге мы с вами видим исчисление то есть вот мы пишем видим помните мы говорили с учителем по поводу имен здесь очень много имен различных написано что мы тут вообще на самом деле вот эти все имена я хочу еще раз учите позвольте мне вот эти все имена они представляют собой такой бесценный фактологический я бы сказал материал который свидетельствует о том вот что как раз в Израиле вот повседневной жизни являлось то что люди соблюдали вот этот значит этот момент отношения к поколениям отношения к этой преемственности вот и интересно что вот когда мы здесь вот в чем состоит не то чтобы тайна а интрига всего этого то что я уже говорил что какие-то имена мы здесь видим какие-то имена отсутствуют и потом мы видим что вот что-то с ними происходит то есть их нет и там значит еврейские иудийские гзигиты расскажут то есть что с ними такое произошло интересно на самом деле вообще я тебе скажу когда мы говорим о том что делает мидраж да с именами в основном особенно в паралипоменоне то там конечно так и прямо написано для чего нужно было книга паралипоменон пишет кстати один из один из говорит один из раввинов высказывание которого у нас есть например в мидраше на книгу на книгу левит для чего нам нужны эти книга паралипоменон для того чтобы делать из нее мидраж а что в данном случае они понимают как мидраж они берут каждое имя и используют его корень и начинают то есть то чего они не знают благодаря манипуляции с морфологией корнями и некоторыми буквами они перевязывают эти имена к известным им личностям поэтому появляется там имя дочери фараона оказывается не знаю причем совершенно ну абсолютно таким отфонарным методом приходит к этому имени хотя исторически кто такая дочь фараона с большой точностью мы знаем что это фараоне Хахачепсут и храм построен и все то есть там она была очень тучная женщина ну может быть в любом случае но она хотела и у нее болел зуб зуб но так археологи говорят ну у них у всех там зубы болели там там начинаешь исследовать эти мумии там что только не исследуешь вопрос здесь не в этом вопрос в том что она хотела оттолкнуть своего братца этого который должен был быть наследником престола а именно Тутмоса третьего но у нее не получилось потому что она была регентшей при своем брате Тусмосе третьем она еще и пела да нет регент имеется ввиду кто правитель она Тутмос третий когда там же первый фараон это вся вот эта беда с евреями в Египте началась при Тутмосидах то есть первый Тутмос то есть регент как руководитель да то есть первый Тутмос начал зажимать гайки Тутмос второй сдал указ всех еврейских мальчиков новорожденных кидать в эту а Тутмос третий в реку он был и умер поэтому в общем-то этот приказ толком и не был выполнен вот Тутмос третий он был еще маленьким а его сестра Хачапсут правила и она хотела сама открыть свою династию и поэтому ей в корзиночке Бэби который пришел из речки в которой кишили крокодилы это воспринялся как дар богов потому что извините ну действительно чудо то что кинула она в коля в этой ну то есть очень многих в принципе вот если говорить про Йохавет да то в принципе она сделала похожие вещи что делали эти что делали другие матери когда их заставляли избавляться от мальчиков то есть они брали ребенка и кидали в речку но в речке в то время когда не существовало Асуанской плотины вот там крокодилов было тьма тьмущая и естественно ни один Бэби выжить в такой ситуации не мог они погибали вот что делает Йохавет она берет делает Теву для Моисея Тева это на иврите ковчег то же самое слово используется в слове ковчег Ноя Ноевский ковчег да Учители мы читаем в первой главе в 45 стихе такую интересную вещь и было всех исчисленных снов Израиля по отчим домам их от 20 лет и старше всех поступающих войска в Израиле и было всех исчисленных 600 3550 колоссальная цифра учителя колоссальная вот мы видим этот итог исчисления вот скажите пожалуйста реальна ли вообще вот эта численность сынов Израиля и вот если это да если правда то где они вообще там помещались как они помещались как вообще ими можно было управлять вот ставить стан понимаете это же ведь это же какой стан это же пол Москвы надо поставить я извиняюсь или пол Киева если угодно скажу тебе что расскажите пожалуйста первую очередь я знаю очень многих библеистов которые пытаются воевать с этими числами они исчисляют 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 вот и вот тут например ну вот Ефремов да воинство его воинство его значит вот вошедших в исчисление сорок тысяч пятьсот да это Ефремов то есть это вот то войско соответственно ну там получается приличное количество вот тут Манасия тридцать две тысячи двести Вениамин тридцать пять тысяч четыреста вот всех вошедших в исчисление всех вошедших в исчисление к Стану Ефрему сто восемь тысяч сто и так далее и так далее то есть получается вот таким вот ну много да слушайте это же огромная цифра вы понимаете это еще не считая левитов мы сейчас до левитов доберемся понимаете ну да левиты это отдельное то есть тут много это же свыше пол лимона извините но это только мужчина от двадцати до пяти десяти лет кстати да вот это мы не учли что если еще мы сейчас туда присовокупим просите меня за слово значит женщины детей это наверное за миллион точно больше будет это мы эту цифру можем смело умножить еще где-то на на три наверное да наверное можем умножить то есть что почти два миллиона человек учителя это же вообще это нереальная цифра это очень много это население ну достаточно крупного города вообще-то говоря вот Рига сколько ну может не Рига но действительно это огромный Киев Киев да кстати говоря по-моему в Латвии по-моему проживает чуть-чуть больше по-моему если я прошу прощения ну понятно то есть это огромное это целая страна ну страна не страна а город такой приличненький вот реально это учителя реально ли вот понимаете просто я просто не могу никак понять а как вот они взаимодействовали с этими палатками вот с этими станами это же все араву еще кормить надо перепелами ману сколько же и четыре манна видишь какую задачу решала манна ну да вот то есть манна да ну манна это вот что это да но в любом случае смотри какая ситуация мы что дойдем до манна многие богословы археологи пытаются сказать а слово элев тысяча тоже играют словами это то же самое что слово алев бык сравнивать типа элев алев ну и типа речь идет о том что значит у нас значит вот эти вот кланы то есть и вот речь идет о кланах и там не тысяча человек а меньше хотя есть кланы которых и тысяча и больше суть в чем суть в том что тут если читать на иврите вот там идет исчисление до сотен вот например ефрема сто восемьдесят тысяч и еще и сто то есть идет исчисление по сотням то есть когда мы читаем всю вторую главу книги числа где именно идет подсчет всех мужчин годных для войны то естественно тут все до сотен вот я смотрю из Сахара это пятьдесят четыре тысячи четыреста завлон это пятьдесят семь тысяч четыреста то есть нельзя взять пятьдесят семь кланов а потом еще куда эти четыреста денутся то есть это первое но с другой стороны вопрос заключается в том есть ли место для двух миллионов человек и те исследователи которые и я сам лично такого мнения топография местности мне достаточно знакома неплохо вот и я скажу конечно когда я вожу группы я надеюсь может бог даст что это все пройдет и можно будет группы возить снова вот вся эта напасть пройдет но суть чем я когда вожу группы я всегда мы ездим по этим местам мы смотрим и я все время обращаю внимание людей на топографию местности чтобы люди себе могли представить то есть нахождение двух миллионов человек в районе Синайского Нагорья это осознаемая такая вещь то есть там хватит места то есть это плата такое там да там получается то есть там помещается в районе Санта-Катарины это реально вот там конечно есть куча всяких версий где может быть еще находиться гора Синай но это уже отдельная дискуссия на этот счет вот по крайней мере точно в Саудовской Аравии оно не находится вот а предполагаемые места могут быть но просто чтобы а Мусадак ну я скажу так дело в том что когда мы говорим гора Синай то не надо представить себе такой идешь себе по пустыне которая плоская как лист бумаги а потом вдруг раз гора возникла как как египетская пирамида в Гиризе нет это так не есть дело в том что когда мы говорим Синай мы говорим о Нагоре и Синай и когда идет в разговор где непосредственно то там в основном а где на какой собственно вершине там есть несколько ну это уже предмет споров решения которого мы не найдем потому что еще раз говорю на Синайском Нагоре есть несколько вершин которые по-разному называются та конкретная вершина она называется это она называется значит вспомните джабаль муса арабы ее сейчас называют то есть поэтому традиционно вот это находится на там монастырь Санта Катарина вот интересно я понял учитель идем дальше значит перед тем как мы разберемся куда вообще пропали левиты вот тут знаете очень интересная такая вещь написана в первой главе где мы смотрели значит что здесь 47 стих а левиты по отчему коленосовым не были исчислены среди них то есть еще можно туда добавить левитов сейчас мы доберемся до левитов учители я столкнулся с такой интересной ситуацией в разных странах проводится перепись населения исчисления но это делается не только просто посчитать знаете как вот в том мультике о и нас посчитали он нас посчитал помните да да слушай да 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 я тоже вспомнил про этого слоненка который учился слоненок да это слоненок который да но самое интересное что как выяснилось некоторые люди некоторые граждане они они ни в коем случае не участвуют в перепись населения по неким религиозным мотивам я бы хотел с этим разобраться вам что-нибудь известно об этом почему люди боятся участвовать в перепись населения и насколько ли это опасно опасно ли так чтобы нас посчитали ну я скажу причина таких боязней религиозных мотивов заключается в абсолютном непонимании вести 13 главы книги откровения вот и поэтому в общем-то на протяжении многих столетий разные религиозные группы выдумывали всевозможные страшилки по поводу того что такое начертание зверя вот и поэтому одни считают что быть переписанным это получить начертание зверя другие считают что если те выдадут индивидуальный налоговый номер то это ты получишь начертание зверя третьи ожидают что тебе какой-то чип введут и ты получишь начертание зверя так что тут получается вот таким образом но проблема заключается в том что все эти истории и понимаете приводят же доказательства вот вот там ну в основном начинают вот это вот манипуляция манипулировать информации и так далее и создавать еще больше страшилки то есть вся вся в этом проблема заключается в том что большинству людей ну нечего бояться я объясню почему дело в том что в нацистской германии тебе было абсолютно нечего бояться гестапо если ты бегал по улицам и кричал хайл Гитлер в сталинской советской системе если ты был членом партии и писал на всех своих соседей доносы тебе было нечего бояться и я уверяю что как в нацистской германии гестапо знало обо всех все так в советском союзе кгб знало обо всех все вопрос заключается в том как то есть старая еврейская поговорка звучит она так товарищ волк знает кого и когда ему съесть интересно проблема заключается в том что если ты не подходишь под вкусы товарища волка то поставили тебе чип чтоб ты с этим чипом это отмечался в там у каких-то органов которые проверят тебя на здоровье или на что еще шо тебе от этого шо тебе от этого кому будет от этого это тот кто понимает что преследовать будут определенную группу людей которое определенным образом поклоняется богу понятно а если ты поклоняешься поклоняешься богу но делаешь это как все и понимаешь что не имеет значения в какой день поклоняться чуть бояться этого чипования тебя не тронут если ты в воскресенье все равно не хочешь ничего менять вот как учили меня отцы христианстве так я и буду чё нервничать переписывайся чипуйся тебе ничего не будет будет только вот этим вот самошедшим которые считают что день господень это суббота и что надо это отстаивать потому что это памятник творения вот этим как говорится будет то есть простите вы считаете что чипирование это ничто я говорю для большинства людей это абсолютно не страшно это не больно если ты живешь жизнью секулярной если ты если ты ты живешь как тебя как все в мире учат да пусть тебя чипируют а что тебе от этого будет ну а если вот число 666 мировое правительство а что тебе от этого мирового правительства будет что тебе будет ещё раз говорю гитлеровская германия и чё гитлера боятся если бегаешь кричишь хай гитлер чё гитлера бояться чего бояться тем людям которые не ставят перед собой целью выполнить волю божью так как она написана а если а если а если они ставят то они прекрасно понимаются на что они идут и опять же чё им этого чипирование или не чипирование не изменит ничего по отношению к ним потому что для тех кто желает жить по воле божьей то надо и надеяться на бога а книга откровения пишет что точно так же как бог мы знаем я вот уже начал эту историю чуть-чуть когда мы хачапсут коснулись то есть ситуация достигла накала когда тутмос второй издает указ всех еврейских младенцев кидать в речку но нашло но бог вмешивается тутмос второй еще при тутмосе втором наверное уже под конец когда уже понятно что он как говорится отдает как говорится отходит в мир пирамид как египтяне это понимали вот вернее там пирамиды ему не было была гробница в долине царя есть его гробница так вот то естественно бог побуждает еховед сделать для моисея ковчег и в этом и точно так же как ной был спасен в ковчеге от вод потопа так же и моисей в таком маленьком ковчеге был спасен от нильских крокодилов и от вод нила и потом когда он был взят во дворец дочери фароновой которая известна под именем хачапсут и правила и была воспринималась как фараонша то естественно вот там уже началось божье спасение и мы знаем как оно закончилось оно закончилось что на всех египтян которые не хотели признавать всевышнего верховным правителем и богом всей земли то на них были обрушены язвы пока не погибли первенцы и потом фараоновая армия потопилась то есть точно так же сделает бог со своим народом да будут угрозы вот как оно будет то не имеет значения потому что ну хорошо что такое эти чипы переписи оно же ничего не поменяет извините я знаю одного интересная вы сейчас сказали интересная фраза компетентные органы всегда все знали надеяться на то что я куда-нибудь сбью в какую-нибудь тьму таракань и там отсижусь а не время то есть мы сейчас получается никим образом не говорим о том что вот нельзя будет продать купить обменять без вот какого-то начертания ну хорошо ну да если тебя нельзя будет кому нельзя будет кому всем то будет понимаешь а всем ничего не принять всем если опять же говорю если ты не планируешь жить по воле божьей что тебе бояться принять это начертание понятно но я имею ввиду для верующих как а если человек хочет то я и для верующих и вся куча людей называют себя верующими но по воле божьей жить не хотят хотят жить потому как учат их церкви но если человек хочет жить по воле божьей ну тогда тогда есть основа он станет предметом гонений рано или поздно независимо от способа учитель ну вот давайте так библия говорит что если верующий человек желает жить по воле божьей он станет предметом гонений но в любом случае если мы говорим конкретно о переписи населения то по идее для христиан если брать христианские группы динаминации то в принципе увидеть какую-то опасность в этом значит используя слово божье да вот ваши знания например вот сейчас вы аргументировали да я говорю здесь не имеет никакого смысла если ты боишься переписи а бога все равно почитать не собираешься то страх этот глупый он бесполезный а если боишься то не надо бояться ты же воле божьей не соблюдаешь так не бойся тебя не тронут перепишут и не тронут ну перепишут но не тронут те кому надо тронуть будет понятно что не мировое правительство это все конечно совершенно по-другому будет мировая религия поэтому если ты часть этой мировой религии и тебя переписали ну так флаг тебе в руки вопрос в том что если ты не хочешь быть частью мировой религии ну так тебя все равно знают тебя все равно вычисляют одним способом толку никакого нет то есть все равно вот например когда человеку приходит по почте уведомления о переписи то оно естественно приходит ему конкретно они уже знают что он там живет ну конечно ну то есть вопрос если боишься если боишься этого письма надо подумать чего ты боишься собственно говоря да да то есть смысл в чем твой страх заключается в чем суть твоего страха если тебе ставят условия допустим что ты должен жить так вот я немножко скажу то что сегодня президент Трамп сказал что все церкви открыть в этом есть определенная радость но есть у меня лично опасения а опасения заключаются в том что сегодня ну эти эти же вещи они он же не просто так все это делает значит а потом всех верующих обвинят в том что они заразили полумира не никого не обвинят ну я скажу обвинят допустим где вот в безбожных штатах как наши там будут обвинять если вдруг не дай бог не допусти господь в какой-то из церквей пойдет вспышка то местная пресса всех расчесхозь потому что это безбожные штаты окей вот но есть верующие штаты вот там на юге где библейский пояс они все такие верующие но мне от этой веры тоже что-то не особенно комфортно потому что ну не хочу я так веровать как они заповеди божьи искажать требовать чтобы государство поддерживало религию а что плохого а что хорошее а что хорошего уже один раз в средние века государство поддерживало религию только когда государство поддерживает религию оно же не может все религии по-разному поддерживать оно будет поддерживать если государство начинает поддерживать церковь то всегда находится правильная церковь и еретическая церковь. А я еретик. Не, ну там формулировка была такая, что нам сейчас нужны молитвы. Ну, правильно. Нам сейчас нужны молитвы. Ну, это как бы... Вот самое главное в формулировке. Это понятно, но я говорю это не прямо сейчас. Я просто говорю о том, что сегодня есть христианские силы в Америке. И очень мощные, и очень сильные. В частности, их представляет наш вице-президент. А наш президент, своего вице-президента, вот я так смотрю на политический, как говорится, картинку. Наш президент, вице-президента очень уважает. Потому что лично сам, да, я сравниваю американских президентов, да. Вот если взять, допустим, Буш был очень набожным. Вплоть до того, что он издавал конкретные государственные законы. Ты помнишь эту историю про женщину, которая была в состоянии овоща? Терри Шайва. И вопрос стоял, что качества жизни никакого. Она будет в состоянии овоща жить еще 50 лет. Значит, и шел разговор о том, чтобы отключить ее от аппаратов. Так там пошли религиозные деятели и достали таки президента. И президент Буш конкретно, то есть это было очень конкретное проявление, вот послушание. Пошел на поводу. Определенным религиозным личностям. Учителя, нам надо двигаться дальше. Моя вера с их, они верующие, я верующий, но моя вера с их верой, ну никак не совпадает. Поэтому я для них верующий. Но понимать, в чем дело, да, вот то, что вы сейчас говорите, что у каждого верующего христилина, возможно, есть какие-то определенные доктрины. И вот эти доктрины, они могут отличаться, естественно. А я тебе скажу другое. Доктрины доктринами сейчас это все очень красиво объединяется в так называемое нединаминационное движение. Да. Давайте уберем различия и будем говорить только то, что нас объединяет. А я не хочу, я за Библию. Мне неинтересно. Мне интересно знать, что Библия говорит, потому что в ней воля Божья. Мне неинтересно идти на соглашательство ради того, чтобы был мир и идти против Библии. Я не хочу. Окей. Учителя, давайте разберемся насчет левитов. Вообще, кто такие эти левиты? Мы видим, наконец-то, Господь Бог уже обращается конкретно. Вот Вейдабер, Адуна или Маше относительно левитов. Третья глава. И вот дальше мы уже читаем здесь в книге Бемедбар, которую мы продолжаем сегодня разбирать в недельной главе. Это первая книга чисел, первые несколько глав. Здесь уже, наконец-то, дело идет о левитах. Почему их, с какой стати, исчисляют как-то отдельно? Вообще, кто такие левиты? Да, вот. И почему такое к ним отношение? Давайте мы об этом поговорим. Ну, прежде всего, значит, левий – это сын Якова. Так. Как мы сегодня говорили. Третий. Да. И также, что очень важно, то, что левий на колено – это колено, в котором жил Моисей. То есть, это родное Моисеевое колено. Вот, в частности, вот у нас исход вторая глава. Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из того же племени. Я вспоминаю сейчас Мидраши. Куда он пошел? Откуда он пошел? Там целая история. Сейчас мы не будем на это касаться. Ну, Мидраш любит заполнять. Это интересно. Очень интересно. Вы знаете, я, по-моему, полдня изучал, откуда он пошел и куда. Интересно. Так, и что? Вот. И тут очень интересно. Мы же с вами видим левитов еще в Египте. Не, ну, во-первых, мы видим… В Египте. Нет, левитов мы видим. Вот тут что происходит. Вот смотри, какая вещь происходит. Вот у нас книга исход. Девятнадцатая глава. И вот что у нас в пятом стихе сказано. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святых. То есть, это очень важный момент, почему Бог сказал царство священникам, народом святых. Дело в том, что на протяжении вот многих столетий среди языческих народов, в частности, в главных, вот, в Месопотамии, особенно в Египте, откуда они выходят, клан жрецов, это очень сильный клан, причем жрецы… Что, левит – это жрецы? Ну, я еще не дошел до этого, сейчас буду объяснять. Это, значит, что такое, откуда образуется вот эта жреческая каста? Даже в индуизме эти варные эти есть, вернее, не варные, а вот эти вот брахманы. Варные – это касты, а брахманы вот эти вот, именно жрецы. В чем проблема? В чем проблема? Прямо вот в чем – это образованные люди. То есть, возьмем египетское иероглифическое письмо, попробуй его освоить, а без письменности никуда. У жрецов, жрецы, они занимались тем, что изучали, они были людьми грамотными, они могли написать что-то и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, они служили египетским богам, поэтому, в принципе, Египтом управляла жреческая каста, а фараоны, они от нее очень сильно зависят. Если ты помнишь, египетский фараон выдал за Иосифа Аснат, дочь жреца верховного. Это не случайный был брак, вот, это было сделано по политическим мотивам. А я думаю, религиозный. А вот я не знаю, это Аснат отказалась от веры своего папаши или не отказалась. Это хороший вопрос. Приняла ли она веру Иосифа или не приняла? Это хороший вопрос. Очень хороший. Для размышлений. И мы не можем об этом ничего найти. Суть вот в чем. Суть заключается в том... У меня, честно говоря, вообще есть сомнения насчет, если честно, насчет Иосифа. Вообще, до чего он там докатился в этом Египте? Ну, это было не легко. У меня вот эти есть сомнения по поводу гадания на чаши там серебряной. Ну, это как бы, я думаю, что он... Не, ну, гадания... Не, я серьезно, я серьезно. Просто там кто кого в какую веру обратил? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тут же же Иосиф нельзя к этому относиться буквально. Иосиф же это разыграл, поэтому... Ну, я понимаю. Он не занимался гаданием на чаше. Он просто использовал это. Он же из себя делал такого египтянина. Такого египтянина. Ему нужно было показать свой гнев. Но он таким египтянином и остался. Ну, я не знаю. Забализамировали. Закинули его это самое... Потом кинули в реку. Кости его атаки отнесли и похоронили в Махпеле. Окей. Возле Хеврона. По поводу всплытия саркофага. Слушай, ну, это ты уже рассказываешь не то, что написано в Торе, а это уже легенды, легенды. Это Агада, Агада. Вот. Суть не в этом. Суть заключается вот в чем. Бог не хотел, чтобы была жреческая каста у израильского народа. Вы все будете моими священниками. Окей. Вот. То есть вот таким образом. Это было... А как это реализовывалось? Да очень просто. Левит... Книга Исход, 13 глава. Говорит о том, что каждого первенца нужно было отдавать. То есть от каждой семьи в храме должен был быть служитель. То есть первородный, ты идешь служить Богу. Первородный, ты идешь служить Богу. Первый сын идет служить Богу. Второй сын уже занимается хозяйством и то, что, значит, родители делают. Понятно. Но, к большому сожалению, мы видим, что на горе Синай, под горой Синай, пока Моисей вот это все слушал, при том, что народ сказал, единогласно, я читаю Исход 19, 8, все, что сказал Господь, исполним, тем не менее, как говорится. Что было, то было. А что было? Золотой телец был. И когда приходит Моисей и говорит, кто Господень, тот ко мне, выходит колено левее. Вот мы напомним нашим слушателям, откуда вообще появились левиты. Ну, да, вот это мы напомним. Кто Господень. Да, то есть они поддержали Моисея, и фактически в книге числа мы видим, что левиты постепенно мы, это сейчас это в 3-4 главе, мы этого не видим. Еще, но начинается вот это, к 8 главе нам будет ясно, что фактически левиты заменяют первенцев. А вот оно что. Все понятно. То есть поэтому вот здесь, когда мы возвращаемся к книге чисел, 3 глава, вот, и сначала, потому что у нас уже рассказывается раньше, в 28 главе книги Исход, вот, что Арон и его семья, вот, здесь написано, чем занимаются тут эти самые потомки Арона. То есть им сказано, Арон не будет священником. То есть Арона выбрали уже еще в книге числа. Но тут Моисей говорится, приведи колено левина, поставь перед Ароном. Ну, Арон-то сам из колена левина. Они позже там будут расписаны про Гершона, Каафа и Мирари. И Моисей это Гершонид. И Арон, соответственно, это. Но этот клан, он выделяется в едино и становится над всем коленом левиным. Вот это потом вызывает определенную проблему, к которой мы подойдем, рассказывая о восстании Надава и Авиу, о восстании Корея, Дафана и Абирама. Но мы еще не там. А здесь поставь колено леви на перед Ароном священникам, чтобы они служили ему. То есть конкретно вот ты не только глава своего клана, где твои дети священники, но все остальные левиты будут на тебя работать. Написано, они будут на страже за него, на страже за все общество, за все общество Израиля при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. Пусть хранят все вещи скинии, пусть будут на страже за сынов Израиля, отдай левитов Арону в распоряжение, и будут они отданы. Вот. Арон пусть выполняет священническую должность и посторонние, то есть, если кто посторонний это сделает, будет предан смерти. Вот. И вот дальше сказано. Вот я взял левитов из сынов Израиля вместо всех первенцев, развержающих ложественно. Ибо все первенцы мои в тот день, когда я поразил всех первенцев земли египетской. То есть, это еще с 13 главы книги исход первенцев нужно было, как говорится, посвящать Господу. Все первенцы принадлежат Господу. Это еще оттуда. Вот. Но в данном случае Бог делает замену, замещение. Замещение. То есть, левиты замещают. И вот это замещение первенцев. Первый раз, когда вместо первенцев, которые погибли в Египте, ваши первенцы дослужат мне. А сейчас вместо первенцев опять левиты пусть служат мне. И все это мне напоминает то образ Иисуса, который описан в книге Откровения первой главы. Первенец из мертвых. Учитель, очень хорошо вы сказали. Мы не можем закончить так вот, хотя можно было закончить на этом. Почему царь Давид сделал перепись и получил наказание? Если в двух словах. Ну, хороший, очень хороший вопрос. Царь Давид делал перепись, получил наказание, не за перепись. Царь Давид делал перепись для того, чтобы посчитать, сколько у него людей будет служить в армии. И если мы читаем, вот здесь очень важно, когда мы читаем книги царств, читать всю историю. А там история такая, что Давид взял раму амманитянскую. И как он поступил с населением рамы, он поставил, он их положил под пилы, под топоры, то есть он сделал, то есть взять раму нужно было, раму амманитскую. Но делать акт геноцида, который они сделали, это было негоже. Естественно, после этого написано, дьявол руководил Давидом, это был дух мести. И дьявол, написано так, Сатана восстал на Израиля и побудил Давида сделать перепись, вот он и делает эту перепись, вот, сколько у него войска, но так как войска, ну, понимаешь, Давид, он же, естественно, сделал приказ, но кто-то этот приказ выполнил, так вот, начали погибать. Все понятно. Те, которые, Медраж пишет, раввинистическая традиция, пишет о том, что гибли от язвы, то есть наказание, которое выбралось для Давида, это язва, и от язвы погибли те, которые именно участвовали в этих, в этом акте ненужного геноцида. Да, поэтому никакого отношения к переписе населения не имеет. Учитель, давайте мы совершим молитву после окончания нашего сегодняшнего изучения. Спасибо вам большое. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который даровал нам Тору истину, и в ней есть глаголы жизни вечной. Благословен Господь дарователь Торы. Амин. Амин. Дорогие друзья, на этом наша программа не заканчивается. У нас впереди еще молодежная программа и у нас очень важный момент это встреча шабата как раз как логическое завершение только-только впереди. в следующий раз в следующий раз